Принцип защиты инвесторов от неблагоприятных изменений законодательства обсуждали на очередном заседании правительства Ульяновской области. Кабинет министров подготовил соответствующий проект закона. В случае нарушения стабильности и гарантии инвесторов на уровне всей страны, регион будет обязан компенсировать выплаты, связанные с налоговой нагрузкой. Речь идет конкретно о мер государственной поддержки в виде налоговых льгот. В случае, если на территории региона принимаются решения о повышении или изменении данных налогов, то предусматривается компенсационный механизм в рамках реализации взятых ранее на себя обязательства государства. Насколько мне известно, данная концепция активно обсуждается на уровне правительства Российской Федерации. Реформа специнвестконтрактов, которая ведется, она как раз и фиксирует так называемую дедушкину оговорку, то есть в своем формате, для проектов вплоть до 20 лет. И, в общем-то, эта логика, которая сейчас изложена в данном законопроекте, полностью отражает логику федерального центра. По линии всех тех же инвестиций участники заседания единогласно проголосовали за изменения в госпрограмму Ульяновской области, касающиеся развития малого и среднего бизнеса. Связано это с финансированием новых направлений. Один миллиард рублей субсидий из госказны регион получит на реализацию Димитровградского индустриального парка «Мастер» и технопарка «Технокампус 2.0» в Ульяновске. Поддержку федерального центра также получат два госпроекта в сфере образования. Так, 44 миллиона предусмотрено на программу «Современная школа». Проект нацелен создать в регионе Центры гуманитарно-технологического образования. По федеральному проекту «Успех каждого ребенка» на создание модельных центров дополнительного образования, которые предусматривают и соответствия информационного ресурса, создание центра соответствующего, как на областном уровне, так и на муниципальных уровнях. Речь идет о 10 миллионах рублей федеральных денег и полмиллионе региональных. Рената Алиулова, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.